Раз, два, три! Помимо процедур, таблеток и посещения врача, Дед Мороз, танцы и всевозможные игры. Сегодня дети краевого диспансера из пациентов превратились в настоящих детективов. И вместе с героями мультфильма «Щенячий патруль» искали мешок с подарками Деда Мороза. С Новым годом! Благотворительный утренник для пациентов приготовила администрация Владивостока. С подарками помогли предприниматели города. В итоге общими усилиями получилось организовать праздник. Потому что в преддверии Нового года хотелось бы сделать детям, которые находятся сейчас в больнице, приятное им сделать праздник, чтобы они повеселились. Кстати, новогодний утренник в своих стенах больница принимает впервые. Врачи говорят, что это отличный опыт. Ведь дети здесь лежат от недели до нескольких месяцев. И у многих нет возможности даже отлучиться домой на сам Новый год. Не говоря уже о школьных и детсадовских представлениях. Мы эту возможность с администрацией города им даем. Они очень счастливы, рады. Поднимается настроение у них, что обеспечивает хорошее выздоровление. Больше всего детей впечатлили химические опыты. С помощью жидкого азота актеры устроили настоящее дымовое представление. Всем предлагали потрогать необыкновенный дым и даже ощутить его на вкус. А позже с его помощью получились и необычные мыльные пузыри. Это лучше, чем просто лежать в палате в себе. Первый раз Деда Мороза увидел. Самое большее понравилось, это когда вот это, он с жидким азотом делал. Мне понравился сам праздник. А что-то конкретно. Веселились и пристали. Ни курочка и Дед Мороза. Актеры признаются, что проведение утренника в больнице отличается от школьных или от представлений в детских садах. Ведущих сразу предупредили, что не все дети смогут бегать, прыгать и танцевать. Поэтому для этого праздника актерам пришлось частично переделывать сценарий. Конечно, им тяжело участвовать в подвижных играх. То есть, ну, больше приходилось нам с ними играть, то есть, детки сидели. Вот. В этом вся сложность. Подарки вручили каждому ребенку. Те дети, которые были на утреннике, получили их лично от Деда Мороза и других персонажей. А другим ребятам, которые не смогли прийти на праздник, подарки в больничные палаты принесут врачи. Помимо сюрпризов для каждого, организаторы обеспечили новыми игрушками, мозаиками, конструкторами и больничную игровую комнату. Туда приходят играть дети со всего диспансера. Пора, красавица, проснись, открой за окно ты, где гайзолы. На скетчу северная вола, визуя северная и визуя. На празднике были дети разного возраста из семи отделений больницы. На полтора часа ребята забыли о своих недугах и просто наслаждались сказкой. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.